Алло. Да, да, я слушаю. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Да. Компания ОМФК ЦФП ВИБО Деньги Стэлла Александровна. Ковальчук ведется запись разговора. Светлана Евгеньевна, по поводу долга звонил перед нашей компанией. Собственно, специалисты ранее неоднократно пробовали с вами договориться на добровольную оплату. Вы пошли почему-то на принц. Нужно теперь какое-то конкретное решение по договору принимать. А все-таки, почему мы решили присвоить наши деньги, почему добровольно так и не стали возвращаться? Поумничала. Теперь слушай. Присвоение растрата – это статья Уголовного кодекса 160. Она не подпадает по данной вашу коллекторскую организацию или какую-то там кредитную вшивую контору. Вообще данный состав преступления сюда не подходит. Если ты не знаешь, почитай 160 статью вместе с комментариями. Я знаю все, да. Следующее, что ты рассказываешь. И в первый раз пытаетесь воспользоваться чужими деньгами? Да, воспользовалась, потратила. Дальше какие меры будете принимать? Унижаешь ты себя. Звонить, бред несет, позоришься. Как ты рассказываешь? Ну, сейчас обязательно. Стелла мне позвонила, и я побегу собирать. Больше никаких нет у тебя и решений выхода из подобной ситуации. Да, память у тебя. Ой, господи, ой, боже мой. Да ладно, понты не колоти, вы там с Галкиным напарнишься. Наверное, его жена, да, такая же полудурушная. Вот именно ты от беспомощности про присвоение рассказываешь. И что на твоей практике что-то имеется. Ты бы тебя пожалей. Тебя надо было в детстве жалеть, и в школу ходить, и учиться. А ты не делал этого ничего. А теперь сидишь и звонишь, и просишь успех. Жалеет она, сидит, жалостливая. Пожалей себя и своих родителей. Стыдно за тебя. Что ты меня успокаиваешь, и тебя успокой. О своей безысходности успокаивает она, сидит, и жалеет всех. Манда жалостливая. Сейчас, перебьешься. У тебя от радости харя треснет, чтобы я тебе что-то отдала добровольно. Она вам очень пригодится. Я надеюсь, что... К тебе пригодится-то. Колхозница, пригодится ей что-то. Давай проваливай отсюда. Сидит, блять, там, гарпитуру не сожри. От безвыходности. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Смольн Андрей Александрович, главный специалист Бирбанка. Светлана Евгеньевна, могу услышать? Я слушаю. Что еще раз? Я слушаю вас. Слушаете? Да. Очень хорошо. Светлана Евгеньевна Цунина, это вы, правильно? Да. Прекрасно. Звонок из Центра клиентского обслуживания Сбербанка России. Управление по работе с проблемной задолженностью Сбербанка. Все разговоры на данный момент записываются? Угу. Мне хорошо слышите, да, я так понимаю? Да. Хорошо. Это прекрасно. Смотрите, какая ситуация. Какая? Светлана Евгеньевна, интересует нас исковое заявление по кредитной карте лимитом 68 тысяч рублей. Вы не знаете, как написать, вам подсказать? Что написать? Вы сказали, что вас интересует исковое заявление. Я вам задала вопрос. Вы не знаете, как написать исковое заявление? Вас что? Подсказать, написать, что надо сделать? Поэтому оно уже составлено. Так, а зачем вы мне звоните? Хотите согласовать, чтобы я вам утвердила его? Нет, почему же. Мы связываемся с вами для того, чтобы проинформировать о возможности это исковое заявление отозвать. Вот и происходит. Давай я сейчас тебе скажу, как все на самом деле. Вот ты, баба-раб, и тебя заставили позвонить мне и напугать. Вот, но учти, я на ваши понты дешевые не ведусь. Если банк готовит исковое заявление, то он его готовит и направляет в суд с пакетом документов. И никому не звонит, и не предупреждает, и не уведомляет, и не спрашивает. Вы, видимо, сотрудником Сбербанка являетесь. И ничего больше не делает. Ну, может быть, и являюсь, раз вы не считаете, что я права. Вот, слушай, я тебе хочу сказать одно. Ты, баба-раб, уходи с этой работы и не позорься больше никогда. И не звони мне больше. Я так уж терпеть не могу. Я-ка слушаю, человек. Алла. Алла. Да. Здравствуйте. Все равно. Да. Судомат, Елена Станиславовна, звон отступила в сети банка Москва, Гашка, 8-10, строение 1, разговор записывает. Для предоставления информации месяц и год рождения ваших назовите. Не хочу. В следующий раз. Не хочу. Ну, я не спрашиваю, хотите вы этого или нет. Он звон отступила в сети банка ваших интересов. Ты дура. Это мое право не нажимать. Вы почему в таком строне себе позволяете отчасти? Еще раз, Кашка. Ты что за звезда там сидишь? Хотите или не хотите? На место на свое встань, а именно забейся под плинтус. Чухня. То он разговор о свой сменит. Здравствуйте. Да, здрасте. Да, да, я слышу вас. Общество с ограниченной ответственностью региональной службы с комитетом Косовы Ирина Олеговна ведется за это кредитором Валерия Владимировна. Да. Я вам звоню по поводу вашей финансовой задолженности в размере 8491,19 рубля. Первоначальный кредитор является ООО «Эйвен Бьюти Продактс Компании». Долг уступлен в пользу своей экономии «Сайперс Лимитет». Статья 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте я помогу. Вас привлекли по 2005-й, правильно? Агентский договор у вас. Да. Слава Богу, разобрались. Не было пока уведомлений от кредитора. Не было? Нет. Когда привлекли, давно вам? Вы мне ничего не можете. Это мой кредитор должен мне направить заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером под роспись. Уведомление о том, что для работы со мной по возврату просроченной задолженности привлек третье лицо, то есть вашу контору, блядскую. Пока ничего не было. Ну, договор от 29.03.2019. Ну, я очень даже рада. Он уже был утерян. Что он был? Утерян? Кто? Договор? Ну, хорошо, что его потеряли. Кого потерял? Нет, он не утерян. Ну, а что случилось? Какие там проблемы у вас? Его передали в нашу фирму. Ах, фирма. 4.90. Да. Ага. Открытие. Так. Вы должны 8.491.19 копеек. Кому должна ты? Вам нужно до 23 ноября внести оплату. Вы будете вносить оплату? Кому? Свея экономик сайта. А я вам что сейчас объясняла о том, что Свея экономик, дуромик, не уведомил о том, что привлек вашу конторку к работе со мной по возврату просроченной задолженности. Значит, я не буду с вами со своей финансовой проблемой и непроблемой вопрос обсуждать. Вы меня не слышите или вы не влупляете, не вдупляете? Я вас слышу, я вас слышу. Ну, как-то проблематично у нас. Диалог строится. Поэтому, я думаю, нам лучше сказать друг друга «прощай» и больше не слышится. Потому что, как бы, ну, ни к чему эти пустые трепы, и вы мое время занимаете. Отметку делайте, пусть кредитор меня уведомляет о том, что привлек вашу организацию, или как вы там выразились. Смешно очень. Хорошо, я отменю. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Чувелева, Ирина Николаевна. Я являюсь старшим специалистом управления административного взыскания ООО АБК, действующего в интересах Паузбербанк. Информирую вас о записи разговора. Селевна, это вы? Да, я. У вас перед Паузбербанком по кредитной карте на 13 ноября 2019 года имеется задолженность 112 203,35 рубля, просрочка 196 дней. Вам крайне важно произвести оплату в течение ближайших трех дней. Скажите, оплата поступит сегодня или завтра? В каком договоре работаете? Не поняла. А что вы не поняли? По какому вы работаете договору со Сбербанком? Вы все прекрасно понимаете. Вы определитесь, вы поняли или не поняли. Скажите, пожалуйста. Поняла, не поняла, поняла, не поняла. Приди в себя. Топлетку выпей какую-нибудь. Ожидайте повторного звонка. Жду с нетерпением. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, да, я слушаю вас. Общество с ограниченной ответственностью региональной службы здесь комбинируется с Ириной Олеговной. Детский запись родителям Валерия Владимировна. Да. Я вам звоню по поводу вашей финансовой задолженности в размере 8491 рубль 19 копеек. Первоначальный кредитор является ООО «Эйвен Бьюти Продакт Компании». Долг уступлен в пользу своей экономии с Айперс Лимитет. Статья 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте помогу. Вас привлекли по 2005-й, правильно? Агентский договор у вас. Да. Слава Богу, разобрались. Не было пока уведомлений от кредитора. Не было? Нет. Когда привлекли, давно вам? Вы мне ничего не можете. Это мой кредитор должен мне направить заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером под роспись. Уведомление о том, что для работы со мной по возврату просроченной задолженности привлек третье лицо, то есть вашу контору. Блядскую. Пока ничего не было. Ну, договор от 29.03.2019. Ну, я очень даже рада. Он уже был утерян. Что он был? Утерян? Кто? Договор? Ну, хорошо, что его потеряли. Кого потерял? Нет, он не утерян. Ну, а что случилось? Какие там проблемы у вас? Его передали в нашу фирму. Аху, фирма. Да. Вы должны 8.04.91.19 копеек. Кому должна ты? Вам нужно до 23 ноября внести оплату. Вы будете вносить оплату? Кому? Свея экономик сайта. Я не буду с вами со своей финансовой проблемой и непроблемой вопрос обсуждать. Вы меня не слышите или вы не влупляете, не вдупляете? Я вас слышу, я вас слышу. Ну, как-то проблематично у нас диалог строится, поэтому, я думаю, нам лучше сказать друг друга «прощай» и больше не слышится, потому что, как бы, ну, ни к чему эти пустые трёпы, и вы в моё время занимаете. Отметку делайте, пусть кредитор меня уведомляет о том, что привлёк вашу организацию, или как вы там выразились. Смешно очень. Хорошо, я вам пометку. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, Михайлович, знаком вам? А вы кто? Вам звонок поступил из компании «Балатинан», специалист телефоновой Виктори Викторовны, ведёт запись разговора. А, знаком. Знаком? Да. А кем он вам приходится? Я не буду говорить. Это наша с ним тайна. Такой маленький секрет. Информацию нашу можете ему предоставить? Зачем? Чтобы он вышел с вами на связь? Он не хочет с вами выходить на связь, вы ему не нравитесь. У него есть финансовые обязательства, почему он нас не исполняет надлежащим образом? Ай, помолчи-то, недоразумение, обязательства у него есть. У него только передо мной обязательства, и всё. Ну, передо мной. Здравствуйте. 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 Да, прошу прощения, вы, да? Да. Кто прошел? Моя. Хорошо, дата рождения. Спасибо за ответ. Вы ранее займы оформляли в ООО «Микрофинансовую компанию «Четыре финанс», также оформляли займы в ООО «Микрофинансовую компанию «СМС-Финанс». Нарушили условия договора, произошла переуступка прав требования на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день ваш кредитор – это наша организация, столичное агентство по возврату долгов. Звоним по поводу вашей задолженности по данному займу. Сумма долга составляет 4 финансов, где оформляли займы, делаются на 19 июля этого года 15 685 рублей. Сумма задолженности по второму займу, где оформляли в ООО «Микрофинансовую компанию «Четыре финансовую компанию» на 1 июля этого года – 78 635 рублей. Платить необходимо в короткий срок. То есть взаимодействие происходит в данный момент сразу по двум договорам, правильно я понимаю? Конечно. Помещайте себе. Оплата поступит с вашей стороны? А я не верю, что вы мой новый кредитор. Я вообще не верю. Что значит не верить? Ну, покажите мне данный факт. Переуступьте, пожалуйста. Мы вам письмо направили. Где? Когда? Направлено оно вам было 13 ноября по адресу регистрации. Да, я попрошу. Готовы продублировать на электрон... Готовы продублировать на электронную почту. Я не пользуюсь электронной почте. Если вы ее делали только вот... Ну, как это не пользуется? Займы как вы брали? По электронной почте я не брала, займы нет. Ну, что будете ждать сидеть, пока мы письмо вам доставим? Конечно. Конечно, буду. И что, деньги сразу появятся? А это мы потом обсудим. Появится нет. И буду ли я платить или не буду? добровольная либо принудительная. Это уже другие вопросы. В любом случае платить вы будете. Вопрос только как? Вы сказали, добровольная или принудительная. Девушка, вы давно в себя поверили? Когда сели на эту табуретку, да, ржавую. А вы корректно можете как-то разговаривать? Я корректно вопрос задала давно, вы в себя поверили. Я вам еще раз говорю, вам в любом случае придется платить добровольно, значит, принудительную. Ну хорошо, идите в суд тогда. Конечно, вы нам выборы не оставляете. Предоставьте договор цессии. И не первую, последнюю страницу, а весь. Сами не предоставите. Я заявлю ходатайство. Чтобы не тянуть время, соберите пакет документов, надлежащий оформленный. Конечно, мы это сделаем. Все. Вы нам выборы не оставляете. А вы нам выборы не оставляете. Безусловно. Я такая. А вам какой выборы не оставляю? А вам какой от этого плюс? Какой мне, это я потом расскажу. А в связи с чем упачка? Я все свои фишечки оставляю исключительно для себя. И потом наношу ими удары. По чуть-чуть. Какие удары? Потому что вы должник. Ой. А это ваш самый главный и самый сильный удар. Психологический ход. Назвать человека должником. Пора бы уже другие просто пройти. Да, если это так и есть. Пора бы другие просто пройти. Это уже давно никого не цепляет и не задевает. А я вас не пыталась зацепить. Ну как же, как же, как же, ваши тренинги учат вас именно этому. Да, причем здесь мои тренинги. Вы мне сейчас расскажете про моих родителей, про работу. Так, еще что там у вас обычно бывает. А вы опытный должник, должник. Еще, наверное, сейчас попытаетесь на мою надавить. Давайте, будем продолжать. Да мне-то вообще все равно. Как у совести у вас есть. Ну если бы вам было все равно, вы бы уже давно со мной попрощались. Смысл вашего звонка смотивировать меня на оплату и таким образом к концу месяца заработать себе премию. А не просто так сидеть и поболтать. Вас же набрали сюда. Да, конечно. Вас в этот подвал посадили. А мы с таких, как вы, мы и получаем зарплату. Да. Вот всю шаблу-еблу собрали. Бесполезных людей, которые, в принципе, в молодости, в юности, в детстве не хотели учиться. Которые не хотели развиваться, расти, стремиться. Ну вот пришли, сели на телефончики. И такие важные персоны. И, может быть, кто-то и верит в том, что вы важные персоны. Но вы никто. Вы что сказали? Никто. Вы такие вот незаметные особи, которых я вот так вот принижаю и унижаю. Я сейчас по-вашему должна обидеться и плакать. У тебя сейчас комп в горле стоит. Сейчас трубочку положишь и пойдешь быстренько курить. Но я тебе советую. Ты не кури, а ты свою морги в сугроб засуни, если у тебя там снег есть и не знаю, откуда звонишь. А если нет, ну иди водичкой холодной. Просто себе хлебало так умой и все. Пока давай прощаться. А я с вами не прощаюсь. Я с вами попрощаюсь, когда справку бачу. Здравствуйте. Я слушаю. Будьте добры к телефону пригласить. Я вас слушаю. Звонок в сайт компании МВА финансов и для специалистов и административного взыскания Микарлова Лидии Александровны. Идет следствие разговора. Звонок для решения вопросов о вашей задолженности при компании Миссереды. Договор взаима оформленный вами 29.2012.2018 года. Профорточки по договору 373 дня. Сумма актуальной задолженности 195.068 рублей. По требованию кредитора оплаты на что-то из системы по смену 22-го наявляется за что-то в течение дня. А что-то в установленный срок это поступает? Никто мне никакие сроки не устанавливал, требований не выставлял. С вами отношения выяснять никакие финансовые не собираюсь. Вы никто. В компанияме кредит вы обратились, по графику платили. Да, это я без тебя разберусь, кому мне обратиться. Вот это советчица. Гляньте на нее, посмотрите. Обращайтесь, обращайтесь, переченьте вопрос. Что ты говоришь? Да, да. Гляньте выплаты. Ох, жуй-юй. Да, именно, об этом я и говорю. Придется прям, наверное, так и поступить. Но не буду. Прекрасно. Следовательно, завтра в течение дня вы намерены совершить оплату, верно? Да. Плохо, когда морги раздавали, а ты, наверное, вообще была не в той очереди. Тебе ни капельки не досталось. Да. 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 Тебе ни капельки переходят? Да. По этому поводу волноваться. А? Не боишься тебе жизнь? Нет. Нет. А вы за каждое сказанное вам слово не боитесь? Не сядь. Задумайся, задумайся. Мне не нужно ни о чем задумываться. Мы чувствуем спокойно. Спокойно. Да. Высказались? Давайте теперь высказаться с я и заигнорировать, собственно говоря, абсолютно все, что вы говорите мне в параллель. Буду говорить я. На сегодняшний день по итогу разговора отказываться поплатить и следовать, как ваш конкуртору направляет. Занимайтесь поиском тренежных средств. Видите разбирательство, что с компанией не следит, если, собственно говоря, на береме такие, там, что в доме еще, когда состоится переуступка. Тварина. 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 Тварина.